Девушки отдыхают... Ух, что же мне игра подготовила? Поехали! Пять ночей с Фуроги 2 Уже знакомый нам... Эээ... Особняк? Похоже, был в первой части, да? Так, ну что, новая игра? Сказки стали ужасом воплоти! Новая игра! Так, минутку, а что там в настройках есть? Так, выход из игры, перезапустить игру... Развернуть по весь экран, понятно... Ну давайте, новая игра! Поглядим, попугаемся! Так, новости и объявления! То, чего боялась королевская семья, случилось! А что случилось? Кто-нибудь помнит? А, видимо, пожар! В этом особняке! Когда же суд? Тот, кто был виновен, видимо, в пожаре, его обвинили... И пытались засудить... Если я все правильно понимаю... Что по этому поводу сказал мэр? И фотка главная Черчилля! Хе-хе! Так замок будут восстанавливать! Ага! То есть ужасы продолжаются! Замок восстановят! Объявление пропал котик! Боже! Пылесосы GL! Не LG главное, а GL! Так, 2007 год! А, замок уже восстановлен! Афиша детский спектакль Фруги и Друзья! Спектакль в гостях у Могучего Дракона! Все это дело, видимо, будет в театре, да? Потому что скоро открытие театра! Поехали! 2007 год, где-то в лесах! Возможно, действие второй части будет именно в театре! Если до этого мы в основном играли во дворе... Сказочного королевства, да? В той избушке на курьих ножках! Первая часть! То здесь, видимо, все будет в театре! Ночь первая! Ну да! Вот большой красивый театр! Фонтанчик! И, что самое, забавные недуши вокруг! Алло! Ло! А, ну что ж, здравствуй! Здорово! А вы кто, мать твою? Замититель директора этого замечательного театра! А, замдиректора? Это место было сказкой! Здесь был замок, и я работал днем чиновника! Территория замка называлась Сказочное Королевство! В общем, следи за мясное помещение! Никого не спускайте, и захват к тебе гарантирован! А, расскажи-ка о себе! Так, подожди! Театр сделан на месте, где раньше было Сказочное Королевство! Правильно? То есть, место действия тоже, но немножко оно видоизменилось! Так, ну я вроде бы обычный человек, да? Ладно, ладно, понимаешь, что я не хочу сказать! Значит так, тут не все успели поменять после ремонта, и поэтому поаккуратнее с аппаратурой она вводит тут все с 2003 года! Если выключат свет, то не пугайся, это значит, что твой электрогенератор сел! Но все же будет лучше, если ты не допустишь этого! Просто экономия электричества! Цвет от лампы на столе в рептике пригодится! Ты, в основном, будешь проводить время в комнате видеонаблюдения! Ну что ж! А, сиди! Работай! Так, первое, что я понял, это значит, здесь есть какой-то генератор, который, видимо, может сесть! То есть, мне нужно экономить заряд электроэнергии, да? Чтобы не подохнуть жуткой, мучительной смертью в темноте! Первая ночь! Так, ну давайте посмотрим, что мы вообще здесь имеем! Так, включить... Выключить лампу! Окей! Нормальное напряжение, это моя энергия, видимо! А вот эта батареечка, это заряд! Пока у меня все хорошо! Так, видеонаблюдение есть! И... Перемещение из комнаты в комнату! Окей, ну-ка! Видеонаблюдение, что у нас здесь есть? Загрузочка! Загрузочка драйверов, системы и камер! Окна 95! Что-то прям так долго! Так выглядит не очень, из-за помех очень плохо все видно! Видимо, компьютер старый, он плохо принимает информацию от камер! Лучше перейти в другую комнату с более новым компьютером! Уж там-то будет лучше показывать! Но чтобы этот компьютер не тратил энергию зря, его лучше выключить! Подожди! Допустим! Так! А зачем тогда я вообще его врубал? Ну-ка подожди! Ну, загрузка здесь долгая, это понятно! 95 винда? Да? Очень долго! А что если здесь мне нужно будет нажимать какую-то там кнопку на камерах, чтобы спасти себе жизнь? Ну, я буду очень долго грузить этот гребаный комп и подохнул! На загрузочке, да? Так, вот я заметил, когда комп этот работает, у меня очень высокое напряжение! И заряд тратится очень быстро! Выбрать камеру! Так, это, видимо, карта театра! Что-то как-то тут дохера камер! 21 камера, ты что, издеваетесь, что ли? Карта... Вентиляция есть! Вон, наверху! Так! Ну, ладно, окей, допустим, я его вырубаю! Ну-ка перейдем в другую комнату, посмотрим, что там! Ага, еще одна комната... ...с камерами... ...тут есть видеонаблюдение тоже! Вот это! Другое дело! Сразу виден прогресс! Все очень быстро загрузилось так! Помех намного меньше, реально, можно пощелкать камеры! А еще можно использовать стрелочки, да? Ну, буду мышкой! Первая камера, вторая! Третья! Это все камеры в театре, да? Четвертая! Загад! Пятое! Оу! На картину можно нажимать! Это мяуканье милых кошечек! Привет, Китти, да? Так... Актовый, видимо, зал... Ага... Трибуны... ...для зрителей! Темный коридор! По-моему, он был в первой части, да? А, вот! Вот это точно было в первой части! Девять! Десять! Вот это тоже был в первой части этот кадр, я помню! Библиотека? Так, ну... Первое мое впечатление, друзья, я охренел от того, что здесь так много камер! Семнадцатая камера почему-то барахлит! Еще один зал! Какая-то стройка здесь идет! Так, это, видимо... Ух ты, какой дракон! Это на двери он или на шкафе? На шкафу, да? Это гримерка! Еще один зал! А это что? Пещера? Какого хрена на камерах пещеры? Двадцать пять камер! Дамы и господа! Так, а это, видимо, карта всего театра? Можно выбирать камеру здесь! И включать карту вентиляции, вот эти проходы, видимо, да? Ну, допустим, а где здесь... Могут быть эти игрушки-то мягкие? Фроги, Китти, Кроку и гномы? И завод шкатулки здесь есть или нет? Четвертый часик ночи я пока нихрена не понимаю! То есть, раньше, помню, была лампа. То есть, нужно было ее включать или выключать. Тогда можно было выжить. Ну и также нужно было заводить гномов. Здесь, видимо, вместо лампы керосиновой, лампа вот такая. То есть, возможно, кто-то будет приходить, и мне нужно будет либо вырубать лампу, либо включать ее обратно. Ну, это, конечно, жесть. 25 камер. Я же охренею на них следить за опасностью. Пам-пара-па-пам. Пам-пара-па-пам. Ну, пока я никого не вижу. А тем временем, 5 часов утра уже. Какие-то были звуки такие подозрительные. Да что же на этой камере-то? Все барахлит. О! Что это было? Подожди, подожди. Звук был такой, как будто кто-то что-то разбил, да? Кинул об стенку. Это плохой знак. У меня очень мало энергии. Лучше лампу, наверное, вырубить, да? Боже, я не понял, как играть. Все, что я понял, это, что можно бегать между комнатами. И вот в этой комнате зачем-то здесь старый компьютер, который очень тормознутый и медленный. Я не понимаю, зачем он вообще нужен. Та-дам! Первая ночь затащена. 6 утра. Ну, я вообще надеюсь, что я все сделал правильно, да? Может быть, опасности здесь вообще не было? Ну, давайте поиграем дальше. А-а-а! Мои уши! Так, мини-игрушка. Довольно необычно, потому что в первой части такого счастья не было. Фонтанчик. Мы играем за чувачка, я не знаю, кто это такой. Может быть, это главный герой? А куда топать? Наверху вот есть время, которое плавно убывает. Парк. Можно пойти в парк? Окей, я зашел в парк. У меня наверху есть три сердечка. В левой части экрана, да? Так, почему я не могу пройти? Теперь могу. Еще бы знать, что нужно делать. Я заскрываю в гребаных лавочках. По-моему, это не очень круто. Все. Здесь оградки не пройти. Здесь кустики, в них тоже не пройти. Так до какого это хрена я сюда пришел? Может, это можно пониже пойти, нет? Ладно, подопали обратно. В парке ловить нечего. Даже уточек не покормить. Какой-то дом. А-а-а, я застреваю во всех этих объектах. Я застрял. Что за бред? Как мне отсюда выйти? А, все, неужели? Я вышел. Еще один фонтанчик. Так, а что наверху? Давайте посмотрим. Местность-то не маленькая. Это, видимо, какой-то дворик, да, вокруг театра. Боже, боже, что мне нужно делать? Я не понимаю. Вот вход. В разработке. Что значит в разработке? Вход в разработке? Ну, окей. Что справа? Нихренашечки, да, тупики? Зашибись. А-а-а, времени очень мало. И мне нужно что-то найти. Правильно? Что-то нужно найти. На этой огромной карте. Но я нашел лишь фонарик. Ну, точнее, фонари, да? А еще я нашел вход. В дом. С надписью в разработке. Почему-то. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И? Что мне это дает? Где-то в лесу опять. Опа-опа. Вау-вау-вау. Там дальше, вон, вдалеке гномы. А это Кроку. Это Китти. И, конечно, Фроги. Они куда-то идут. По дороге. Через лес, да? Они, возможно, идут в театр. Возвращение блудных сыновей. Боже. Вторая ночь. Ну, я не совсем понял, что мне нужно было делать в первую ночь. Может, мне наш чувак все объяснит? Алло. Снова здравствуй. Привет. Молодец, кто остался работать. Вообще, было трудно найти кого-то еще на эту работу. Сейчас мало кто хочет проходить мимо этого дворца. Скорее всего, это из-за некого мифа проходить их по ночам игрушек. И они якобы убили одного человека. Как можно бояться этой страшной сказки? Чушь. Да. Это полнейшая чушь. Хотя мы играли в первой части. Там действительно, в финале ночи, Фроги убил героя главного, да? То есть охранник, который работал там в избушке курих ножках. Главный герой первой части. Он умер от Фроги. Вот и на новости. Да. Какой-то бред, реально. А еще, как раз мы нашли недавно среди хлама бумажку с надписью кровавого цвета. Сказки могут стать ужасом. И она пахнула просроченным кетчупом. Это что за розыгрыши? Просроченный кетчуп. Как это примитивно? Так... Да, почему камера 17 так херово работала? Тут камеры стали. Из-за шума и вибрации они могут ворохлить, если что. Я запланировал на следующей неделе как раз их поменять. И да, там в той комнате живет один человек, зовущий себя Философом. И он здесь в замке всю жизнь практически жил. Он частенько в последнее время что-то мастерит. Нам, кстати, на днях игрушек повезли для театра. Но, блин, они что-то как-то повредились. Но, к счастью, не все. В общем, этот самый Философ попросил помочь нам, и он захотел починить их. И сегодня он должен был уже разложить их по местам. Ты можешь на них посмотреть через камеры, если Философ их, конечно же, уже разложил. Мы подготовим их к детским спектаклям. Так, замечательно. Значит, на той барахлящей камере... Там есть какой-то Философ, да, чувак, который там вечно живет. И он должен был разложить игрушки. Возможно, как раз-таки все вот эти вот знакомые нам Фроги, Крок, Огномы и прочие-прочие-прочие игрушки. А теперь, видимо, они будут здесь активны. Ну, получается, что в первую ночь их еще не привезли в театр. Поэтому и опасности тоже не было. Так, что еще есть? На камерах видел какую-то пещеру. Что это за пещера? Действительно, да, я тоже это заметил. Ну, мы обнаружили ее во время восстановления замка. И решили что-нибудь придумать с нею. Ну, и решили, что там будет проводиться специальный детский спектакль под названием «В гостях у Могучего Дракона». Там будут персонажи Драка, ну и сам Могучий Дракон. Мы даже провели вход в пещеру и замка. Это где-то рядом с местом на 12-й камере. Так, окей. Значит, в пещере живут какие-то два персонажа, Драко и Могучий Дракон. А вход в эту пещеру надо искать на 12-й камере. Окей. Мне немного поддувает это двери, когда я нахожусь в первой комнате. Допустим. Ну, лучше тогда переходи в комнату с мониторами. Еще лучше, если ты там вообще все время будешь находиться. Все-таки там ты можешь просматривать камеры. И да, совсем забыл сказать. В вентиляции мы обнаружили какой-то мусор прямо над тобой. Ну и он может посыпаться. Если услышишь какие-то трения или негромкие стуки, то не стой под ней. Мусор может посыпаться. Завтра или послезавтра мы почистим вентиляцию. Так что сегодня будь осторожен. Эх, хорошие были времена, когда тут еще был замок вместо театра. Тут жила семья короля Фрогольда. Короля Фрогольда? Кто это мать твою такой? И почему в его названии, в его фамилии, типа Фроги? Так. Мне уже пора работать. А, точно, да. Ну, тогда за работу. Спокойной ночи. Тебе спокойной ночи. А мне пахать еще. Всю ночь до утра. Так он там про какой-то мусор говорил. Вентиляция наверху, да? А она где? Ночь 2. Боже. Пропали подсказочки, да? Все. Теперь нужно вспоминать, где здесь активные объекты. Этот комп мы не врубаем, потому что он херово работает и тратит много энергии. Также вот здесь вроде переход. В нижней части, справа, в углу. Тихо-тихо. Вот наверху там звук как будто... Да, надо мной, видимо, в этой комнате вентиляция. И там какие-то звуки неприятные. На как грузись? Так, где там вход в пещеру? Подожди. Где-то, говорит, на 12-й камере. Опять звуки неприятные. Вот здесь. Где вход в пещеру? Тут много проходов, по идее. Но я не вижу ничего такого, чтобы напоминало мне вход в пещеру. Обычные проходы. В разные части театра. И где гребаные игрушки? Пока я никого не вижу. Ого! Какой-то кот появился в шляпе. Это Китти? Нет, Китти другая. Это, видимо, какой-то новый противник, да? О, 17-я камера больше не барахлит. Приятно. Так, кто у нас здесь? Никого. Этого гребаного философа здесь тоже нет. Так. О, а это что? Что-то красненькое, похоже на акулу. Рыба какая-то. А это что, зеленая? А, это фроги, наверное? Ух ты, твою мать! Что это было? Это король фрогольд? Да? Что он меня появился здесь внезапно, напугал? О, привет! Это типа новые фроги? Он такой миленький. Что он может мне сделать? А вот пещера. А вон там дракон какой-то. Змей, знаете? Китайский такой. Так, очень много непонятных вещей. А как с ними мне противостоять-то? Уберите этого короля от меня. Жуткий. Где я-то нахожусь? Давайте определим... А, вот я здесь, комната охраны. Вентиляция надо мной, да? Давай поиграем, говорит. Что это значит? Подожди. Я не хочу играть. Окей. Давай, говорит, поиграем. Может мне нужно свет вырубать? Вау! А это что было? Кто-то по шахте сидит. Точнее, ползает. А шахта вроде бы в той комнате, да? Шахта вентиляции. Боже! Вот опять. Я не знаю, что мне нужно делать. Не надо мне искать. Может надо свет вырубать? Давайте вырубим свет. Что-то их реально много. В первой части, я помню, изначально там был Фроги, потом была Китти, потом Крок. Ну, как-то постепенно. А здесь... Я, по-моему, штуки четыре, блин, нашел на камерах. Что это? Что это? Твою мать. Я не знаю, что мне нужно делать. Какие-то шаги. Может нужно вырубить? Наоборот. О, король. У меня такое ощущение, что они все в той комнате тупо сидят и ждут, когда я вернусь. И как только я туда вернусь, меня убьют. Я не буду туда топать, я буду здесь сидеть. Так. Третья частька ночи. Опять шаги. Были. Ну, по идее, я могу на камерах и здесь смотреть, через этот монитор, но он херово работает. В чем фишка-то? Ну-ка, подожди. Просто я не понимаю, зачем нужны вообще эти мониторы, потому что на них ничего нет. Какой-то... Звук такой был, знаете, типа... кошачий. Ну, то есть, допустим, в первой части на камерах были гномы. Их нужно было... Ну, нажимать. На шкатулку. Поэтому нужно было использовать в любом случае планшет. Но здесь я ничего не вижу такого, что нужно активировать на камерах. Получается, что во второй части камеры не особо нужны? Ну, разве что бы... Что? Сигнал потерян? Почему? Эй! А, все, сигнал найден. Хорошо. Так, гримерка. Он до сих пор здесь. А, это Кроку! Это Кроку, друзья! Опять король! И какой-то страшный дракон. Угу. Так, четыре часика у меня... Давайте лучше комп тогда отрубим. На время. У меня очень мало заряда. Нужно подождать, прожить на этом заряде до пяти утра... Не, до шести утра. То есть, по идее, получается, что здесь необязательно использовать камеры. Там нет никакой кнопки, допустим, заводушкотылки, либо прогнать как-то игрушки. Но это тоже вряд ли через камеры. Поэтому камеры не особо нужны. Значит, не будем их трогать. Ибо чем больше я трогаю комп, тем больше он тратит мою энергию. Пять утра. Давайте проживем. До шести ты. В темноте, в потемках. Хороший, блин, охранник. Меня тут напугали какие-то игрушки. Я забился в комнату. Вау. Что это было? Твою мать. Тут какие-то звуки вокруг меня. Я нихрена не понимаю. Вот как будто реально кто-то ходит. Вокруг меня кто-то, блин, ходит. Надеюсь, что я делаю все правильно. Может, так и нужно здесь выживать? Убегать из той комнаты в эту и вырубать свет? Тогда какой-то геймплей будет не очень однообразный, да? Точнее, наоборот, он будет очень однообразный. Тупо сидеть в одной комнате в темноте? И все? И вся игра? Ну, вторая ночь это вам не шутки, по идее. На вторую ночь это должна быть активность. Опять король. Вот он меня реально пугает. Что это? Что там это было? Это был Крока? Судя по звуку, да, по-моему? Шесть утра мы прожили. Только я так и не понял, какого хрена там нужно было делать. Надо выйти в менюшку, потому что обычно в менюшке же есть обучение. Надо почитать. О! Че, мини-игра? И что нужно делать? Много силуэтов человечков, вот пушка. Вау! А что делать-то? Корота. Мни-игры здесь просто эпичные. Я здесь вообще ничего не сделал, да? Позади замка 24-я камера. Гномы расплодились. И Крока пришел. Ну и Фроги, наверное, Китти, да. Все эти игрушки из первой части все плавненько, но верно. Идут к театру. Потому что в театре немножко другие, да? Плюшевые эти. Звери. Там другой Фроги был. Так, в общем, друзья. Давайте мы тогда пока на этом наше прохождение закончим. Значит, я еще в менюшку потом выйду, почитаю, поизучаю правила. Спасибо за внимание, друзья. Ставьте пальчики вверх. Мы затащили две ночи. В общем-то, на изи. Непременно вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем, друзья, здоровья, позитивчика. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok